Слава Богу, слава Иисусу Христову, нашему Господу, Богу Спасителю! Дорогие друзья, 15-й урок истории христианской церкви. Я хотел бы продолжить говорить о некоторых сегодня заблуждениях, которые в историческое христианство пришли как раз в те далекие средние века, которые называют многие историки, даже неверующие историки называют мрачным средневековьем. Но мрачным оно стало не потому, что было мало солнца, мало было Слова Божьего, мало было о Христе говорено тогда. К сожалению, христианство тогдашнее, оно больше напоминало, знаете ли, поле сорняка, нежели доброго семени. И горе пришло Европе из-за того, что на доброе стали говорить что-то плохое, и на плохое говорят что-то доброе. На темное что-то светлое, а на светлое что-то есть темное. И от этого, скажем так, пришла тьма в Европу. И вот мы записали, что в VI столетии при Истиняне и Феодоре, при этих правителях, очень много проблем в жизни христианской церкви было привнесено. В VI столетии появились лжеучения, мы записали их, да, об хорстовской правоприемственности. Появились многие такие странные традиции, оккультные учения. Еще об одном таком странном учении я расскажу сейчас, которое до сих пор портит много крови в теле Христа, к сожалению. В историческом христианстве. Это так называемое хлебопреломление за умерших. И вообще молитва за упокой, и хлебопреломление причастия за упокой, за умерших. Это оккультная традиция, которая была привнесена в это время, она пришла из гностицизма. Вообще, как таковая молитва за упокой, она была привнесена из гностицизма, из спиритизма. Потому что в писаниях Ветхого и Нового Завета мы с вами видим о молитве много сказано, что да. Это одна из главных доктрин библейских. То есть одно из главных учений Библии всей. То есть в любой книге Библии есть примеры молитв, есть образцы, правильно, неправильно молятся люди. И есть примеры молитв самого Иисуса Христа, есть Его учения молитвы, да. Но ни в одном из этих примеров нет даже намека на возможность живых как бы повлиять на судьбу умерших людей. Везде говорится о молитве за живых людей. Единственное, что за умерших мы знаем из Библии, есть молитва какая. Это молитва за воскрешение недавно умершего человека. Самый удивительный пример в Евангелии от Иоанна в 11 главе, где рассказывается как раз о воскрешении Лазаря. Который четвертый день был уже в гробе и уже смердело, тело разлагалось и Господь совершил чудо. Обратный процесс начался и Он воскрес из мертвого. Слава Богу! Господь воскресил его. Иисус поднял из могилы друга своего, продемонстрировав свою божественность, что Он не просто пророк. Кстати, интересно ведь, согласно мнению иудаизма, вот тех времен и современного, лишь три дня, в течение трех дней душа может быть возвращена в тело. Поэтому, если бы Иисус пришел бы, так верили в те времена и саддуки, и фарисеи, но саддуки не верили в воскресение, но фарисеи верили сто процентов в это, и ессеи также верили в это. И, в общем-то, если бы Иисус пришел бы в течение первых трех дней и воскресил друга своего Лазаря, Он дал бы повод сказать очень многим религиозным людям и вождям народа израильского, что вот, как Никодим говорил однажды, мы знаем, ты учитель, пришедший от Бога. Потому что таких дел никто не может делать, если не будет с Ним Бог. Но, Он пришел в четвертый день, спутав все карты их, просто-напросто показав, что Он не просто пророк, не просто учитель, не просто от Бога учитель, пришедший воскрешать, исцелять, кормить и прочее. А что Он Сам есть Бог, ставший плотью, Словом. Слово, ставшее плотью, Бог, ставший человеком. И, знаете ли, Иисус показал свою божескую природу, сверхъестественную, особую природу в этом чуде. Не даром это настолько сильно разозлило религиозную, эту мафиозную структуру, что они решили убить его. И убить и Лазаря, к тому же еще потом. То есть, вот какой дух религии страшный, да? Даже когда такое божественное и проявляется у религиозных вождей, не чтобы смириться, покаяться и сказать, Господь, прости нас, да? У них желание убить, сокрушить. И мы знаем, к чему это привело, что и храм был разрушен, и Иерусалим пострадал, больше миллиона евреев пострадало. Было убито в жуткой бойне просто-напросто тогда. Но на совести, конечно же, религиозной мафии все это и осталось. И не даром, значит, говорится, когда блудница в книге Откровений, говорится, что в ней найдена вся кровь всех убитых на земле вообще. То есть, вина на церкви, по сути, остается, которая не благовествует, не несет грешникам спасение, а только лишь вот эту смерть. И, знаете, друзья мои, братья и сестры, что было в это время привнесено? Я говорил, хлебопринамление за умерших, да? Но перед тем скажу, что, как таковая молитва за покой, она пришла из спиритизма. Эпизод первый. Как буквально звездных войн, это эпизод первый. У нас, значит, у нас для запоминания такие примеры будут сегодня. Я дам вам для запоминания такие примеры. Макарий Египетский, ученик Антония Великого, монах в первом поколении монашества, имел спиритические опыты общения с умершими. Самый удивительный описанный опыт такой, это Макарий Египетский. Макарий Египетский разговаривал с черепом, человеческим черепом. И из этого разговора он вынес откровение о том, что мол, молиться за покой можно и даже нужно. В пустыне. В пустыне, да. Без свидетелей. Вот все, что мы знаем, ну не все, ну почти все, что мы знаем о его спиритических опытах, это все было либо без свидетелей, либо свидетелями были его непосредственно ученики ближайшие. Хотя были и исключения. Есть случаи, когда, ну говорят, записано по крайней мере так в житии его, что масса народа была свидетелями, значит, вот его разговора, когда из могилы покойник отвечал. Ну это я расскажу еще может попозже. Так вот и Макарий Египетский, он нашел в пустыне человеческий череп, каким-то образом вызвал духа, которому при жизни череп принадлежал и стал разговаривать с этим духом. Этот дух отвечал ему и сказал, что якобы при жизни он был жрецом какой-то там оккультной египетской религии. И этот дух сказал ему, что он находится там на дне ада, мучается в пламени всем, как бы, ну Макарий показался это правдоподобным. Потом он стал, значит, дальше расспрашивать этого духа. Этот дух объяснил ему, что оказывается, мол молитва за вот такие даже падшие души, да, уже находящиеся на самом дне ада, они нужны и важны как бы. Даже вот эти бедолаги, находящиеся на самом дне, ну жрецы оккультной религии египетской, да, значит, у них бывают какие-то облегчения, их участи страшные, когда они, значит, ну, за них молятся, одним словом. То есть Макарий Египетский, он принял это как откровение, что не просто даже можно, а даже нужно, оказывается, молиться за тех, кто в аду. Первый, и не только этот случай с черепом, это еще не все. Там было много других, не только в его жизни, в жизни других монахов, было много других эпизодов, и все это говорило им о том, что нужно молиться за находящихся в аду. Это было в четвертом столетии. Первых 300 лет христиане не молились за покой. В четвертом веке официально церковь не молилась за покой еще, но монахи уже молились уже, лично. Но тогда, в четвертом столетии, шла речь не о умерших христианах, а об умерших, ну, не христианах, потому что там был жрец оккультной египетской религии, незнакомый с христианством. И, видимо, были люди, которым хотелось помолиться за умерших не христиан, как, допустим, мормоны совершают крещение за умерших в не христианстве людей. Может быть, было такое пожелание спасти их, допустим, не знаю. Из этого исходило все это откровение. Так вот, а еще, вот этот случай, что я назвал-то, что были свидетели спиритизма, там описывается, что в жизни Макарии Египетского, в жизни Макарии Египетского, есть такой эпизод, что когда хотели обвинить и казнить одного мужчину за убийство, по-моему, жены, да, жена, мужа хотели казнить за убийство жены, а он говорил, что он не виноват. И, значит, все говорило, что, скорее всего, это он убийца, но он отнекивался и, как бы, ему верили люди, что, да, он был похож на невиновного. И вот обратились тогда, значит, отцы города, как бы, ну, власти обратились к Макарию Египетскому, к Макарию, потому что знали, что Макарий с покойниками общается. И попросили его поговорить с этой умершей, что она скажет, как бы, ну, непосредственно убитая. И вот судьи, народ, в этом суде участвовавший, с тем мужчиной арестованным, все пошли на кладбище с Макарием Египетским этим. Макарий, да, ему показали могилу, где женщина там была похоронена, и он, значит, стал, значит, каким-то образом вопрошать духа. И, значит, судьи и народ услышали голос той самой женщины, познали, что это была именно она. И она, значит, как бы отвечала на вопросы Макария, и она сказала, что это не ее, что это мужчина или муж, я сейчас не помню деталей таких уже. Но что он не виноват, короче, чтобы его оправдать, что он не является убийцей. И все, Макарий дальше не стала расспрашивать, когда суди попросили его спросить, а кто же убийца, он говорит, нет, я не хочу спрашивать, я хочу просто этого, как бы, невиновного оправдать. И все. И на том они и расстались. Вот такой эпизод есть. И, как бы, спиритический сеанс в присутствии большой группы лиц, вот такое описано. А все остальные случаи у Макария, спиритизма, да, общения с сумершими духами, это все мы знаем только лишь из его уст или из уст его учеников ближайших, которые были свидетелями, очевидцами, значит, этих спиритических сеансов. Сам Макарий Египетский, он официально святой, святой спиритист, видите ли, и покровитель спиритизма, получается. Поэтому многие, вот эти православные священники, кстати, есть много испорядочных священников православных, которые правильно говорят и считают, что спиритизм это грех, и даже убеждают людей не делать таких спиритических сеансов, не ходить и прочее. Но я тогда этим священникам хочу сказать следующее, что вы, будьте это последовательны, или не говорите так и легализуйте спиритизм, потому что святые ваши занимались этим, или же, если вы запрещаете сегодняшним христианам заниматься спиритизмом, то тогда, почему вот те древние отцы, святые занимались этим, тогда просто признать их не святыми, тогда сделайте, как католики называют это, деканонизация, то есть объявить это неправильным, греховным, покаяться в этом и отказаться от того, чтобы их называть святыми. А ведь святой в православии, точнее, не только кому молятся, а еще пример для подражания жизни, да. А есть в истории церкви пример воскрешения людей? Я так сразу не могу назвать сейчас, но вообще много случаев исцеления от болезни есть. Нет, воскрешения. В воскрешении умерших. Я слыхал, что пастор какой-то воскрешал свою супругу. Есть, есть случаи, есть. Вот так сразу не назову сейчас, из древней истории трудно сейчас назвать. Вообще есть. Я видел из этого, из Африки, видео показывали, служитель, как он проповедит? Чернокожий, да, значит, на служение, запись с Рейнхардом Бонке, его служение в Африке и там, да. Вот Смит Вигглсворт, очень известный в 20-м столетии проповедник, вот он воскрешал очень много мертвых. Ну, как очень много, то есть это были десятки случаев воскрешения, даже его жена, кстати, тоже была воскрешена. Значит, Смит Вигглсворт, да. А из древней истории, я вот сейчас вспоминаю, кого можно назвать? Вот пока только Георгий вспоминаю. Георгий Победоносец, вот знаменитый офицер римских легионов, которого репрессировали потом за веру во Христа Иисуса. И вот он на дереве Москвы, там поражает, там дракона, как бы. Ну, они... Это не считается спиритизмом, что? Не, не, ну как спиритизм? Воскрешение мертвого, это не спиритизм, это нормально. Это по-библейски. Если человек молится и поднимает покойника, значит, именно, значит, Бог воскрешает. Но, если человек общается с духом его, с духом мертвого, разговаривать с мертвым, вызывать там, там, блюдечком, там, или там, или иголочкой, или там, или голосом, там. Это есть уже спиритизм, это есть грех. Общаться с духом запрещено. Потому что здесь уже общение с бесами есть, уже, конкретное общение с бесами. И Павел говорит, правильно, я не хочу, чтобы вы были общения с бесами. Вот, поэтому случаев воскрешения, наверное, в истории можно много найти, в принципе. Вот, история с Георгием, там есть, это был офицер римских регионов, который был репрессирован когда-то за веру во Христа Иисуса. И вот, там есть такой эпизод, когда он говорил императору, там, и людям, которые допрашивали его, говорил, что Христос, он воскрес, и те не верили. И сказали, вот, если кто сейчас воскреснет, то мы, значит, поверим, как бы. И пошли на кладбище, и там свиты вся пошла, император, значит, народ. И указали Георгию, вот, на могилу, говорит, помолись, а у того было дерзновение такое, я помолюсь за воскрешение. И помолился, и покойник воскрес, написано, что там вышел, и стал им, типа, убеждать их, чтобы они не пошли в ад. Значит, народ там кричал, велик бог христианский, а император приказал, сказал, это, видимо, Георгий Колдун к тому же еще, приказал, значит, казнить этого воскресшего. Представляю, да, умер, все, казалось бы, упокоился, да нет, да еще. Так что даже умирая, братья, не надо еще, как бы, демберские настроения такие, знаете, может, еще Бог призовет еще раз подняться из могилы, что-то сказать, еще пару ласковых народов. В наседание. В наседание, да. Ну да, как эти воскресшие летницы вошли в Святой Град, написано, да. Слава Богу. И вот, и что интересно, многие из народа кричали, вели бог христианский и приказали этих людей, которые там кричали, особенно там тоже казнить их, чтобы они там больше не распространяли на них информацию. Ну, а потом Георгия замучили до смерти, в принципе. Там много есть эпизодов таких похожих, примерно, из древней истории, можно назвать, в жизни мучеников, когда такое происходило. Да, хорошо. Так вот, но молитва за упокой умершего, это за упокой души его, как бы, да. Значит, это является тоже спиритическим действием, это не является Божьим, сто процентов. Бог не одобрял такие молитвы никогда вообще. Он не давал повеления таких молитв, абсолютно. То есть, это не наша юрисдикция. Допустим, кого-то завтра из нас не будет, да, завтра в друг в классе не сможет прийти кто-то. Все, покойник уже. Вот, у нас какое есть право последнее? Но если в этом есть необходимость, помолиться за воскрешение умершего человека этого. Вот, но у нас не будет юрисдикции такой духовной, молиться, чтобы нашему брату или сестре было хуже или лучше на другом свете, значит, да. Вот, значит, мы не можем повлиять на подсмертную судьбу умершего человека. Хотя, наверное, многим это очень даже хочется. Мне лично очень хотелось. А потому что, я почему даже стал священником, собственно, один из таких моих секретов был, как бы, значит, тогда. Да, потому что я больше был расположен в дьяконском служении. Мне очень нравилось петь, очень пение нравилось церковное и хором руководить. Мне это очень нравилось. И, в принципе, я бы не пошел бы сам в священники никогда. То есть, я видел себя, например, дьяконом. А в православии дьякон, это еще и лидер прославления, как бы, он поет все время, он много поет в церкви, в храме. И, значит, мне это очень нравилось, мне это очень сильно по сердцу было. Почему я решил все-таки, почему меня, как бы, привести бы быть священником? Потому что священник, он совершает, как я понимал, бескровные жертвы. Он может пред престолом, пред жертвенником молиться за души умерших. Особенно эффективно считается. И у меня было вот так вот много родственников, которых я понимал, что у них нет надежды никакой. Вот я последний, как бы, последний рубеж их надежд. Потому что я стал священником, значит, и у меня много родней, которые умерли без покаяния, значит, и без Бога. Вот, и может быть, я кого-то из них могу вытащить как-то. И меня это сильно как-то зацепило внутри. И поэтому, когда мне было предложено стать священником, я вначале отнекивался, а потом, когда мне епископ предложил, что так и так тебе надо будет руководить, я за, я за. И я потому что очень захотел этого, очень захотел. И, то есть, мое даже, как бы, желание быть священником, оно было таким мистическим, каким-то желанием. Я молился за покой, много очень молился за покой. Мои коллеги не так много молились. Я просто любил это. И, ну, потому что верил на это очень сильно, и любил это. И за покой, допустим, отпевание, там, полчаса проводили, допустим, молитву. Я, допустим, час-полтора проводил отпевание, там, весь 118-й псалом с припевами, с упокойными, там, и много-много, не упуская ничего абсолютно, да. А вот за упокой, там, специальная молитва? Конечно, там ничего не выдумываешь, там, в православии, как бы, в чем проще? Там, как, значит, на лужню встал и вперед. Там уже все накатано, уже все прокатано, там не нужно тебе что-то выдумываться абсолютно. Читаешь просто? Просто читаешь и все, просто повторяешь. Вот, и единственное, что большинство священников сейчас упускают, как бы, служение, сокращают их, как бы, ну, на свой произвол, как бы, или по принятому какому-то уже негласному, так вот, стандарту. А если все вычитывать, это будет очень длинное служение. Но я любил все вычитывать, мне очень нравилось это все. Потому что я думаю, надо же, ну, помолиться, как бы, помолиться, как бы. И, значит, и домой приходил, уставшим, но думал, надо же, кому-то в аду я помог сегодня все-таки. И, значит, но я не понимал, что в аду я помогаю, как бы, лишь дьяволу и бесом облегчая работу. Вот, но не грешникам абсолютно нет. То есть, я не понимал эти вещи. И, ну, то, что это, мое, за упокой есть, ну, отпевание, вот это, мне кажется, ну, подвигает людей к тому, что они могут грешить всю жизнь, а потом их отпоют, и все. Ну, в чем-то это, да, это расслабляет однозначно, в чем-то расслабляет, потому что это, как бы, еще более, в большей степени, считаю, расслабляет людей восточные эти мистические учения, там, о реинкарнации, допустим, да. В это же не повезет, потом повезет. В православии не так, конечно, значит, но там нет учения, что там будешь бабом, там, или капустой, там, в следующей жизни, значит, но есть понимание, что все-таки, все-таки, после смерти основная надежда на спасение, как раз. А вы никогда не задумывались, например, когда были православные учения, что молитва должна идти от сердца, а не по наказанному? Да нет, ну, это уже понятно было, я думаю, большинство это понимает, все-таки. Я повторял, я читал молитву, но я же в это, не просто повторял, я же в это сердце вкладывал, то есть, как бы. Нет, а вот от себя, ну, от себя молились? От себя вообще-то не одобряется православие, то есть, это не поощряется, даже наоборот, даже, как бы, раньше даже наказывалось в старину. То есть, любая самодеятельность, она на молитву была запрещена, даже, не только в церкви, даже в домашних условиях, вот почему молитва слова-то были придуманы, молитвенники, чтобы в домашних условиях человек непроизвольно молился, а молился именно, вот, значит, таким образом, по текстам заранее, продуманным, одобренным властью, церковью. Значит, и в церковной жизни ты не мог отклониться вправо-влево. Сто лет назад Ивану Караштадскому, там, одному из священников в Петербурге, по шапке дали, лишь за то, что он в литургии два раза слово говорил одно, вместо одного раза. Допустим, там есть возглас «благодарим Господа», а он говорил «благодарим, благодарим Господа». Священники там такой хай подняли, да он хулит вообще, он вообще, он литургию портит, он два раза посмел сказать это слово. Хотя у него просто это вырывалось часто так непроизвольно, как бы, желание два раза сказать «благодарим, благодарим Господа». Вот, но это была целая буча такая, там, да, столько было подписей протеста, сотни священников протестовали против того, что он храил литургию, как бы, перекраивал, как бы, как храил. Только два раза повторил слово вместо одного раза, и все. Может, он заикался, не знаю. Шутка. Вообще-то, он это делал так вот, именно, я считаю, от души. Значит, просто хотелось поблагодарить Бога. Два раза, не один раз. И, ну, вот такая система. Кстати, вот интересно, да, молитва, она как айсберг. Верхушка красивая, блистательная на людях молитва, но основная глыба под водой, да, она не видна. Вот в те времена все наоборот произошло. Как бы айсберг перернулся. В христианстве стала молитва в основном церковная, общественная на людях. А личная, индивидуальная, ей уделялось, во-первых, мало очень внимания, и ничтожное мало внимания. Во-вторых, она была вся регламентирована. То есть, очень, как сказать, чтобы, наверное, максимально избежать личного контакта с Богом, я так понимаю. Личного, ну, как бы, контакта в молитве. То есть, странно, да, молитва, она для контакта с Богом, для общения. А здесь, получается, молитва, перестраховывающая человека, как бы, от контакта с Богом личного. Уберегающего. Хотя, вот мне как и объяснялось, в принципе, так и до сих пор объясняется многими священниками. И моим тогда духовным наставникам так и объяснялось, что это, как бы, тебе же на пользу. Ты еще, как бы, ну, мы духовные все сейчас, как бы, невежды, как бы, и чтобы нам не заблудиться, чтобы нам вдруг не то что-то сказать на молитве, там, не дай Бог, там, что-то не так помолишься, так еще там, еще прогневишь Бога только. Поэтому нужно по одобренным текстам уже, где уже точно 100% святые молились, там, как бы, да. Я, как бы, для себя еще оправдывал это как художник. Когда, допустим, занимаешься живописью серьезно, то, и рисунком, то еще делаешь копии работы тех, кто хорошо уже владеет карандашом, кистью, краской. И, значит, и картины мастеров, допустим, копируешь. То есть, когда копируешь, то ты переживаешь это, как бы, и ты, ну, чему-то очень большому учишься в искусстве. Но, опять-таки, все равно, ты же не можешь все время делать только лишь копии. Это лишь уровень определенный, да, потом ты должен делать творческую работу уже сам уже от себя, но в православии этого не дают. То есть, дают только лишь вот это делать все время в жизни максимально, на что способен человек в православии, это делать копии. Бесчисленное количество копий, но себя не реализовывая, по сути. Это, я считаю, заблуждением. В 96-м году, когда, знаете ли, вот Библия вернулась в мою жизнь, у меня первое желание было это сказать Богу своими словами. Ну, тем более, он сам инициативу проявил-то, собственно. Он первым заговорил, я уже по ходу, как бы, в диалог превратил его монолог ко мне. То есть, я слышал слово, которое он говорил мне. Я не сумасшедший, я не слышу голосов, знаете ли, в комнате не было никого, и в доме не было никого. Я просто открыл Библию. После книги Эр-Раштеги на проповеди, я нашел свою Библию и открыл ее, и смотрел в нее. Я не мог ничего не видеть в ней. Не знаю, волнение какое-то было такое, прям вот. И, знаете ли, тихий голос такой. Тихий, но очень такой твердый. И я понял, что это Бог говорит. Сто процентов знал, что это Бог говорит. И голос говорил Сережа. Так интересно, не отец Сергий, не ваше преподобие. Позвольте обратиться. Спасибо, что уделили мне никакого внимания вашего. Не, не, вот именно, Сережа, посмотри. А я смотрю, значит, книгу. Я говорю, не вижу ничего. И голос тот же самый говорит, как бы, значит, что немного по-другому. Милосуду, конечно, там, что посмотри, почему тебе было все хуже и хуже. Ты старался больше и больше, а было все хуже и хуже. И опять пауза такая. А дальше этот же голос говорит. Потому что слово мое, оно ушло из твоей жизни. То есть, это не я себе накрутил что-то, это реально голос мне говорит. Я понимаю, что это Бог. У меня там слезы таки наворачиваются на глаза, просто я сижу так вот весь. Вот, знаете, я просто, я не мог ничего ему там из молитвы слова время говорить. Он же не по записке говорит. Значит, мне. Так, Сережа, нет, Вася, нет, Петя, а, ладно, все. Эй, ты человек. Вот, значит, вот мое слово такое-то. Нет, он говорит тебе, как вот, ну, как сам знает. И это классно очень. И ты не можешь ему по шпаргалке во время говорить. Потому что в таких случаях просто даже некрасиво даже. Надо что-то от себя сказать. Ну, я, конечно, попросил прощения. Я уже за те годы отвык уже молиться своими словами. До 88-го года, да и немного попозже. До рукоположения моего, до 91-го года у меня все-таки приоритетом были молитвы своими словами. Хотя, как сказать, в 88-м, когда начал в церкви служить, я все меньше и меньше своими словами молился. Все больше и больше по молитвослову. По канону, по кафесту. То есть, как бы, по правилам православной церкви молился. А изначально у меня молитвы были своими словами. И я очень любил это, ну, общаться с ним, разговаривать. Хотя, я не слышал его голоса, но я понимал, что меня слышит и видит, и знает. Ну, вот, слава Богу. Слава Богу. Да, вообще, мое свидетельство, такое вкратце все-таки скажу об этом. Потому что завтра будет, боюсь, тоже некогда. Хотя, тоже поделюсь обязательно завтра, тоже немного этим свидетельством. Мое знакомство с Богом первое было в раннем возрасте. Вот, недавно исполнилось, 30 лет как раз, как вот первое мое было обращение к Богу. Да, так, 12 с половиной, так, разводом было. Еще 13-ти не было, как раз. И я тогда умирал. Я умер от пневмонии, воспаления легкие двусторонние. И врачи не смогли ничего сделать. Оказалось это на счастье. Потому что я не знаю, что было бы, если бы врачи, значит, спасли бы меня тогда бы. Было бы, может быть, это все гораздо хуже в моей жизни. Потому что я вырос в семье, атеистической, неверующей семье. И о Боге понятия никакого не имел абсолютно. И никакой теории не имел. Ни христианская, ни мусульманская. Никакой абсолютно вообще. Просто чистый лист. И вы знаете, значит, и... Но я увидел его. Носок я мог его видеть. Я видел Бога. Переживал смерть. Можно сказать, клиническую смерть. То есть, меня выдавливало из моего же тела. Я выходил из тела, значит, и... Это трудно описывать так вот. В принципе, вот эту кассету, диск этот, который я дал переписать там. Вот потом посмотрите. Там я пытаюсь более-менее подробно все это рассказать, описать как раз. Как это все. Иногда это даже самому интересно вспомнить. Иногда не очень интересно вспоминать. Потому что сам момент смерти, он болезненный такой, неприятный. Вот. И страшный. Я же не знал, что Бог есть. Поэтому как бы впереди мне ничего не светило. Я так понимал. Мне было обидно только лишь, что меня не будет завтра. А завтра мои одноклассники в школу пойдут. Вот. Я знал, что я умираю. Реально знал. Хотя мне говорят, что все, ты выстребишь. А я понимал, что не то, что так вообще. Абсолютно не так. То есть, я теперь знаю, что даже и молодые, и старые, когда смерть наступает, они уже четко понимают, что смерть. Вот. Я точно знал, что это точно смерть. То есть, мне не нужно было там что-то успокаивать. Я точно знал, что это точно смерть. Вот. И это было жутко. Потому что впереди ничего не было. Значит. И меня стало выдавливать, когда я понял, что смерть, тогда, когда меня стало постепенно выдавливать. Медленно. Знаете, как будто из тюбика пасту. Вот. И в моих ногах меня уже не было. Выше, выше. В животе уже не было меня. То есть, это реально. Это было тело без духа вообще. Это не что-то мертвое. Все. И когда уже стало на грудь давить. Знаете, я стал хрипеть. И когда умирал, я понимал, что я умираю. Когда умер, я не понял, что я умер, честно говоря. Даже я, ну, не сразу это сообразил, что я умер уже. Потому что я не был мертвым. Я был живой. То есть, вот как бы, наверное, поэтому я не понял, что я умер. Я думал, если умер, значит, умер, все. Тебя нету. А я такой же живой, абсолютно такой же, значит. И как бы ни в чем. Ну, немного отличался я от прежнего себя. Потому что я очень четко соображал. Лучше соображал намного. Я был там взрослым. Я не был там 12-летним. Я был там взрослым достаточно. Я понимал такие вещи, которых в жизни я реально не понимал никогда вообще. То есть, я не знал, зачем человек живет, допустим, для чего. Я не знал, что Бог есть. А так я сразу знал, что Бог есть. Моментально знал. Сразу. Как будто всю жизнь знал вообще, что Он есть. И когда я перед Ним оказался, я особенно помню его глаза. Любящие очень глаза такие. Ну, и картина была не очень приятная. Потому что между таким добрым, таким хорошим Богом и мной была такая картина, что ли, как назвать ее. Ну, фильм, можно сказать так. Про самого себя я видел много чего. И как бы, как большой телевизор такой. Только там не 3D, там все. Там снимается и твоими глазами сразу, и со стороны, и это не накладывается. И там сразу все это знают. И я только просил прощения. Мне казалось, я самый плохой мальчик, который только жил на земле вообще. Хуже нам никогда не было. Мне так казалось вообще, что хуже меня никого не было вообще. Такое было ощущение, что такой грязный вообще. Потому что Бог, Он... Понимаете, если бы я просто смотрел картину, то это одно. Но это все же был Бог, а вот моя жизнь. Это был настолько контраст. У Бога совершенно не было эгоизма. То есть, Он не такой совсем, как я. Я не такой, как Он. И это просто настолько сильно добивало просто вот... Что вот я узнал, что Бог есть, и узнал с такой стороны. С грязной своей стороны. И я только одно мог говорить. Только Бог, пожалуйста, прости меня. Но совершилось чудо. Невидимая рука такая. Она стирала вот эти вот кадры. Удаляла просто их. И эти эпизоды просто исчезали. Я понимал, что я внизу где-то хриплю еще. То есть, такое странное чувство такое, что я и здесь, и там. И я понимал, что у меня еще шанс есть жить. Вдруг ни с того ни с все я понял, что я еще буду жить еще. И я даже подумал, а сколько я еще проживу? Если столько же еще. Перед тем, как приду сюда, и у меня будет шанс еще пожить. Другой жизнью уже. Не такой, как я жил раньше, а вообще другой жизнью. Думаю, сколько мне будет лет. Если столько же, то я приду сюда лет 25, думаю, снова. Думаю, каким я старым буду. Мне-то казалось, что там очень старый человек уже 25 лет. Вот, и потом, сейчас мне 42, вот 43 год, и знаете, ну, слава Богу за все, конечно. И не помню как, но я снова смотрел этими глазами опять, опять хрипел, больно было. Но вот этот каток, который меня вдавливал, как бы невидимый такой, холодный, ледяной такой, он остановился, он стоял на месте, он не двигался. Это было такое чудо. Я понимал, это смерть, как бы. И я понимал, перед тем еще, перед тем, как умер, то я понимал, что никто не может остановить ее никогда. Ни мама, ни папа, ни врач, никто. А здесь я знал, что Бог есть. Во-вторых, что Он имеет такую гладь, что Он имеет такую силу, что смерть заставила остановиться. Представляете? Это вообще фантастика просто. И еще, у меня такая радость такая была. Представляете, этот каток, он давил, мне было больно. У меня такая была радость. Знаете, этот каток стал медленно, еще медленнее, чем даже наезжал, отъезжать назад. Я стал заполнять самого себя снова. Это было больно, очень больно заходить снова. Вот, еще неприятно, очень, как-то так, не по себе было. Но, с другой стороны, очень радостно, потому что я знал, что Бог есть. И вот это все удалено. То, о чем просил я. И второе, что, еще третье, вернее, что у меня есть шанс пожить уже другой жизнью. С пониманием того, что Он все видит и Он знает. Потому что я там думал примерно так, что, перед Богом, что если бы я раньше знал, думая, что, значит, вот это все есть Бог. И вот так вот я оказался, думаю, в каком дурацком положении я вообще оказался. Вот, не знал, что Он есть вообще. И, знаете, как бы скрытой камерой снимал. И, как бы, и так вот вообще, очень, очень глупо вообще все получилось как-то. Вот, и, а потом я уже когда вернулся полностью, у меня такие были страшные мысли. Думаю, надо же, мне страшно было, что моя мама, думаю, папа, вот, они все окажутся в таком же дурацком положении. Вообще, ну, вообще ужасно было. Вот, и я пытался говорить с родителями, да, Бог меня исцелил. То есть, я когда вернулся, я полностью вернулся, я вернулся здоровым. То есть, я не хрипел даже ничего. Представляете, два, оба легких отекшие были. А насчет умереть от того, что оба легких были отекшие, да. И когда вернулся, я дышал ни хрипа, ничего, ни свиста. То есть, легкое дыхание, как будто ничего на меня не давило абсолютно никогда. Представляете? А как на это реагировали врачи? Никак, насколько я знаю, мне ничего не объясняли особенно. Моя мама рассказала, спустя там какие-то годы, рассказала, что врачи объяснили ей так, что это, видимо, молодой организм. И открылся второе дыхание какое-то в организме. Такое редко встречается, но бывает, видимо, иногда. Примерно так и объяснили ей. Потому что перед тем, когда мы говорили родителям, что все, мы ничего не можем сделать, уже извините, но как бы поздно спохватились, что воспаление, думали, что другое. А когда определили воспаление, уже было поздно. Вот значит, оба легкие были полностью отекшие уже. Вот значит, и объяснили вот таким странным образом, да. А вот вы там родителям своим говорили, там, мама, меня, вот я видел Бога, меня вот Бог... Ну, я так не говорил. А вы понимали, вы же понимали это. Нет, я понимал, но я понимал еще и другое, что не поймет мама все равно. Не поймет, просто. Сто процентов. Скажет, что ты бредишь, да? Я пытался говорить что-то, пытался говорить, но она сразу думала, что у меня галлюцинация началась какая-то там или трогала мою голову. То есть вы ей говорили, она... Ну, я так не говорил, что именно Бог, я вообще слово Бог боялся говорить даже. Я говорил так, что значит, вот говорю, мама, если ты умрешь, говорю, тебя не будет вообще, говорю, или ты будешь? Вот говорю, а если ты будешь, говорю, вот как ты думаешь, ты там что-то увидишь или ничего не увидишь вообще? Вот так вот я начал говорить. Пробовал с разных сторон поговорить об этом переживании, но ни с кем было поговорить ни с мамой, ни с папой, ни с кем. Да и лет еще мало было. Ну и мало еще соображал еще, да, в принципе, да. Потому что там соображал я хорошо, а здесь на земле опять я был подростком. А сколько по времени ваше время было? Что? По времени? Секунды, минуты, я не знаю, сколько это было. Даже не знаю, честно говоря. Даже не знаю. Вот, и слава Богу. Вот, это был первый эпизод, это было как раз именно первое знакомство с Богом, и оно было незабываемо, конечно. Оно как, знаете, камертон на всю жизнь осталось, такое впечатление о Боге. Ну, первое знакомство было с ним очень классное, конечно, да. То, что он такой хороший, такой добрый, и он простил меня и дал мне шанс жить по-новой. Ну, а потом было очень сложно, конечно, потому что первые месяцы было очень сложно адаптироваться к этой жизни. Я, честно говоря, я несколько месяцев проплакал. Я рос мальчиком, как бы мы так с братом росли, так нас учили никогда не плакать. А здесь я просто, как только повод был какой-то, я уходил в сторону куда-то один, или в подушку утыкался, на постель ложился и просто плакал. Я просил, как я мог просить, но я как мог, так и просил, чтобы он меня забрал обратно, Бог. Потому что, говорю, ну, я не мог никак вклиниться в эту жизнь. Потому что все то, что я раньше думал, что это хорошо, я понимал, что это плохо. И наоборот. То есть, я сейчас понимаю, что я был возрожден, но я не знал, что с этим делать, и как с этим быть. Никого не было верующих абсолютно. То есть, если был кто-то верующий, может, что-то подсказал бы. Здесь никого не было верующих. И несколько месяцев я просто, значит... Я знал, что он рядом, что с ним можно даже как-то... Он видит все, но я не знал, как с ним можно разговаривать. И учился этому во сне. Значит, были сны, которые такие очень многостерийные сны, цветные сны, где Бог приходил, очень реальные сны. В этом сне, если, допустим, влажное что-то тебя потрогает, здесь остается все. Сны очень такие реальные, материалистические сны. Сны, в которых можно закрывать глаза, и ты ничего не видишь, но все слышишь во сне. Потом открывай глаза во сне, и ты видишь этот сон опять. Во сне же, не просыпайся. То есть, были сны тонкие, сны, духовные сны были. Сны я видел себя самого уже мужчиной, видел себя с бородой, видел себя в длинной одежде. Думал, что за Шанель какая-то на меня. То есть, я не был ни раз в священниках тогда. И я видел, потом были такие вот эпизоды, когда говорят, что где-то уже это жило-то. Дежавю у меня были такие, да. Уже будучи священником. Я как-то забыл на некоторые годы вообще об этом всем. И потом уже будучи священником, на своем приходе одном, я иду по улице. Я всю жизнь прожил в городе, в деревне был, первый год еще только. И сельским священником иду, думаю, что-то я прям как будто, я в первый раз в этом селе, как будто я уже это видел это село. И потом улицу я это хорошо знаю. И точно там за тем домами было вот так вот, точно там все. Думаю, что за ерунда. Думаю, я как будто, мне было немного не по себе. Как-то не уютно как-то. Это что такое? Что за ерунда какая-то? Вот, как будто я это знаю хорошо. А потом меня осенило. Стоп. За 20 лет, да, или сколько там, меньше там. До этого мне это все снилось. Просто я почему это не сразу понял, потому что я же видел себя не своими глазами, а немного чуть выше, чуть со стороны и себя. И значит, я понял, что это я, но какой-то я странный. И вот эту улицу уже видел с самого другого ракурса. И сопоставил, думаю, вот это да, точно, один к одному. Вот, и многие другие. Но самое, даже не это, это многие есть вещи такие фантастичные, которые даже трудно поверить сейчас даже самому даже. Но я Богу благодарен за то, что тогда, знаете, вот 30 лет назад, он стал во сне учить меня молиться, как надо обращаться к нему. Я очень понял во сне очень классную такую мысль, что к нему можно говорить, как к отцу, отец, папа. Это было настолько, было такое откровение для меня. Я потом весь день только мог это повторять. Папа, папа, папа. Я во сне видел, реально видел во сне, что я могу говорить к нему как отец. Как к отцу. И во сне это было. А потом, когда я проснулся, я только весь день подумал, папа, 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 так здорово, отец. Вот, и для меня всю жизнь был один отец тоже. Мой папа, который родил меня. А в том сне я видел другую картину, что реальный мой отец, не мой отец, а другой отец. И все, я не мог больше ничего говорить, только папа говорил, отец говорил. И потом во сне увидел другие картины. То есть, и в течение где-то полугода, где-то года, я учился молиться, учился многим истинным, которые потом узнавалось в Библии. О том, как надо прощать, как надо помогать, жертвовать. То есть, многие такие вещи, которые потом узнавалось в Писании. То есть, я, не имея Библии, как бы от Бога получал это все. А уже потом уже, значит, мне уже 13 исполнилось, уже однозначно, было уже 13 даже там с небольшим, уже 14 год мне был. Я сосел за книги. Я до того мало читал, как бы так мало. Хотя я читал книги по школьной программе, а здесь я стал читать серьезные книги, взрослые книги. Представьте, 13-летний паренек, а читал там и классиков, и такие серьезные вещи, и Маркса, Энгельса, Антидюринг, другие книги такие, серьезные такие, по атеизму в основном читал. Почему? Потому что мне было интересно, почему люди отрицали, что Бог есть? Почему люди говорят, что Бога нет? Отрицают, что Он существует. Я же видел Его. Я не знал, что есть верующие, но думаю, ну, все-таки, почему столько говорят против Бога? И стал читать эти книги. Вот, у нас, думаю, было полно атеистической литературы, значит, и мамы, папы, и деды, что были безбожники, по сути. И моего отца там, отец был полковником КВД, значит, да, значит, до войны еще такой был, к сожалению, безбожник был, значит. Потом бабушка, она вот почти сто лет прожила, она тоже из безбожников. Она только лишь одно говорила, что только в России только два было нормальных человека, это Ленина Сталин, все. Она считала остальные, все, так вот, постольку, поскольку. Такая была очень ревностная, такая была бабушка. Но, слава Богу, Бог, вот, ее помиловал перед смертью, за полгода примерно, или за год, где-то так вот было примерно, она молилась, я молился с ней молитвой покаяния с бабушкой, я приехал к ней, вот, это было чудо, просто было большое чудо такое для меня. Бог настолько смирил ее, и она сила сил, чтобы я за нее помолился, и со мной помолилась, и слушала Евангелие. То есть, это было чудо таким, для меня переживание таким было большим. Но тоже вот в это время. А вот тогда я читал книги по атеизму, и вот Бог заговорил со мной через эти книги по атеизму. Там нашел такой текст, там в одной из книг, там Библия, как бы критиковалась. И там, значит, фрагменты из Библии были приведены. И там, значит, были слова из Писания, «Так говорит Господь», дальше там шла цитата большая, и у меня прямо внутри прям все, не знаю, как это назвать, это просто обожглось просто. Вот реально тот Бог, с кем я там мог увидеться, вот он реально говорил через то, что я читал. То есть, я понимал четко, что думаю, может быть, сейчас нет верующих, но раньше, думаю, были точно люди, которые могли услышать Бога, и могли так записать, что «Так говорит Бог». И я это взял и быстрее переписал в свою тетрадь. И потом стал уже специально находить другие фрагменты из Писания, из Библии. Там были ссылочки, я делал ссылки, откуда я записал, какие страницы, чтобы, думаю, когда у меня будет настоящая Библия, думаю, я проверю, что написано перед тем, а что написано после того, значит, что же еще там Бог сказал. И у меня была цель такая. Потом книги по искусству, и потом было чудо, у меня была уже настоящая Библия. До 1986 года у меня не было своей Библии, и я пользовался, значит, так, своей рукописной Библией и брал у знакомых, значит, на прочитку. Там... Ну, в то время трудно было Библию найти. Вот. Трудно очень найти, и нельзя было так ее купить, свободно там достать. Я, допустим, достал через товарища своего, который тоже учился в училище художественном со мной, просто он на другом курсе был. И он, значит, общался с какими-то ребятами из института музыкального. И брал у них Библию на два месяца. На прочитку в год он брал на два месяца. Месяц брал на себе и месяц мне давал читать. Это была Библия как раз вот такая, как я потом понял, подпольного издания, такого неофициального, сам издат. Это, значит... Да, подпольные баптисты издавали. Нерегистрированные баптисты. И вот, значит, из этой Библии я уже переписал себе Евангелие от Матфея. Себе в тетрадь общую уже полностью переписал себе. И некоторые короткие послания апостола Павла. И книгу Откровения Апокалипсис тоже полностью переписал себе. И из псалмов, из притч кое-что переписал. И, в общем, это была моя уже общая большая тетрадь, толстая такая, толстенная. Вот это была моя рукописная Библия. Вот я с ней не расставался никогда, значит, и читал ее. Я не слышал больше голоса никакого тогда, значит, но, значит, не было там... Сны прекратились такие сверхи, естественно, когда я стал Библию читать, у меня это... Но я жил этим, назидался этим. А в 88-м я пришел уже в церковь и решил свою жизнь связать с церковью. Ну, вот именно как раз связал свою жизнь с православной церковью. Я не знал других церковей, просто напросто. Значит, знал только лишь одну православную церковь. Но она у меня никак не вписывалась в то, что я читал в Библии. Просто-напросто. Но думаю, ну, наверное, надо мне просто понять, смириться, допустим, мало ли, как, допустим, человек, допустим, в молодости он один, а в старости он другому же церковь сейчас уже такая уже стала уже, как бы, такой организацией, значит. И, значит, и стал ходить в церковь чаще, чаще. И вот в начале 88-го даже на работу устроился в храм, значит, и стал работать, читать, петь на клиросе, хором руководить. Очень быстро въехал, значит, именно в служение, помогать священнику стал, в семинарию повест с документом в том же 88-м году. То есть, как бы, жизнь закипела церковная. Но, к сожалению, Библию стал я все меньше и меньше открывать для себя. Больше зачитывался отцами церкви. А с 91-го года, фактически, Библия, она вообще, как-то, сам Бог сказал, она ушла из моей жизни вообще. Потому что в 96-м году этот голос сказал мне, потому что слово мое, оно ушло из твоей жизни. Вот. И в 96-м году это было чудо такое в моей жизни. Я очень благодарен Богу за Эрла Штегина, за его проповеди, которые тогда мне очень сильно повлияли на меня, тогда очень сильно радикально повлияли. Я познакомился с одним братом, с Пятиатльнической церкви тогда. Вот. И его звали Григорий. Он сейчас был дьяконом Пятиатльнической церкви, и теперь он, значит, пресс-фитер в городе Сураже, Брянской области. Григорий Тельных. Очень, ну, я люблю его очень. Очень брат интересный такой, и искренний. И, значит, и... Вот через него я взял как раз эту книгу. От него я взял эту книгу Эрла Штегина в проповеди. Почитал ее очень сильно. Она меня толкнула от Библии снова. Очень сильно. Знаете, как вот в бильярде, да, шарок вот летит, и он другой толкает куда-то. В нашей жизни бывает так, что мы сами, может, не докатимся, да? А какой-то удар такой в жизни, да, он нас... Ну, в моем случае был удар такой мирный. То есть, это не болезнь, ничего там, а вот такой толчок. Книга, которая изменила мою жизнь очень сильно. «Время начать с удовольствием» позже, его книга называется. Вторая книга, его трилогия. Вот, очень сильно меня зацепило. Я просто каялся и просил прощения Бога своими словами тоже. Особенно, когда Бог заговорил со мной сам. Когда я Библию уже открыл, вот я с чего начал-то, то, значит, я уже своими словами каялся, конечно, просил прощения. И вот постепенно, медленно, но постепенно вот все это возвращалось. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Слава нашему Господу, Богу Спасителю! Да, друзья, и все-таки еще немного довершу, а то свидетельство – это одно. Я завтра еще расскажу кое-что, наверное, из своего свидетельства. Но давайте все-таки, потому что тема будет не закончена, завтра хочу, значит, предложить об истории христианства здесь уже на Руси, в России и христианства в последнее время. Так вот, о молитве за упокой я было начал, но не договорил-то. Мы запомнили Макария Египетского, с ученником, который беседовал. Это ложное, конечно, спиритическое учение. Потом, в VI столетии, во времена Юстиниан и Феодоры, произошло следующее. Произошло, значит, вот это обряд родился такой, хлебопреломление за умершего, причастие за упокой, которым я раньше очень сильно дорожил вообще. Будучи традиционным священником православным, я очень... А в году родился? Не знаю. Вряд ли сейчас кто-то даже знает вообще. Скорее всего, это в VI столетии. Значит, там случай такой был. Пример такой, да. Один священник, он каждую неделю ходил в бани городские. И вот там видел, однажды он зомби какого-то там. То есть, один мужчина в этой бане был, который признался ему, что он уже зомби давно уже, оказывается. Что он уже давно умер и не может найти себе покоя. Потому что его не приняли ни туда, ни туда, а послали его в баню. Побыль-то. Наверное. Ну, он понял так, что его подстали именно делать какие-то добрые дела, видимо, чтобы зарабатывать какие-то там бонусы, что ли, чтобы его куда-то приняли. То есть, как бы отрабатывать. Он и не покойник, и не живой, и непонятно, кто он вообще такой. И вот, значит, и этот священник очень сильно пожалел того зомби, значит, и сказал, могу ли я вам чем-то помочь, там гражданин. Тот говорит, ну, пробовали, не помогает. Может быть, попробуйте причастие за меня совершить. А подействует? Попробуйте. Может, подействует. Вот, всю неделю договорились они с этим зомби. Священник совершал хлебопреломление всю неделю. За себя принимал причастие, да, хлеб, вино. И потом имя того покойника провозглашая, тоже принимал причастие. Всю неделю, каждый день договорились. Хорошо, сказано, сделано. И вот через неделю приходят. Да, они договорились так, что если... Священник как спросил? А подействует ли? Как мы узнаем, подействует ли или нет? Этот зомби сказал, что если меня не будет через неделю, значит, подействуло. Меня куда-то приняли. А если я буду, значит, ну, будем что-то еще придумывать. Искать что-то. Экспериментировать. И вот. И так получилось. Через неделю пришел священник снова в баню. Оторвал зомби след простыл. И вывод такой, подействовало. И вот, когда-то приняли. Хотя, куда не уточнялось. Там вообще-то. Да. И вообще, мало ли в банике разговоры, значит, после какого у них там все были разговоры, я не знаю вообще, значит. Потому что, скорее всего, это, ну, бред какой-то просто-напросто. Но даже если там зомби какой-то там хорошо, но это не повод делать какой-то обряд такой, традицию такой непонятную. Причастие не для этого, не для зомби. Причастие не для, вообще-то, ну, неправильное отношение вообще к преломлению. И вот, и знаете, родился обряд такой обычай. Вот на слайдах потом посмотрите. Вот есть такие, значит, эпизоды. Там как раз этот патриарх уже покойный, кстати. Алексей Второй с другими епископами совершает такое, как раз, хлебоправление за умерших. Вот здесь вот, видите, большая просфора. Там меньше просфоры. Ну, хлеб. Хлеб. В православии, со времен Юстиниана и Феодоры принято вот такой хлеб. Квасный. То есть, не пресный, а квасный. Закваска по рук и лукавству. Вот, значит. И большая чаша стоит. Есть большие чаши. На самом деле, я тоже принимал служение с большими чашами. Где 2 литра, да, 3 литра даже чаши есть. Огромные чаши. Значит, и они наполнены вином и этими хлебцами. Почему столько много? Почему? Потому что живых-то причастников немного, а мертвых хоть отбавляй. Потому что, да, за упокой. А священник все это должен съесть потом, да, на самом деле. Вот, представьте себе, значит, там пару литров вина, значит, с теплого, разогретого, с хлебом. Такую кашу надо съесть. Потом запить еще холодным кагором, значит. Это городом нужно. Потом выходишь там и 2 такси видишь на месту того. А зачем холодным кагором? Ну, принято, запивка. А вы тоже так говорили? Ну, а куда деться? Работа такая. Молоко с утра завремено. Нам, священникам, завременность молоко положено давать. Вы думаете, это просто быть священником? Это не так просто, как кажется. Нет, на самом деле, ну, нет, если есть дьякона, он помогает, конечно, дьякона. А если нет, то нужно сам просто слегнуть все, как бы. Кашу заварил, значит, заварил. Значит, один только священник, да? А, священники, да. Это никому не давать. Только священники. Или же дьякона, которые могут помогать, да. Но нельзя давать права просто прихожанам. Да, на тебя. Ни в какой праздник. На утро осталось. Я утром еще наприломляю. На преломляю. На невалянство. А если не сможешь? Ну, так надо тренироваться. Это правда не так легко это, как кажется. Нет, ну, вообще, конечно, значит, это и смех, и грех, но вот, серьезно, вот, как бы, обычай такой. Как бы, когда выпиваешь все это и съедаешь, знаете ли, все-таки такое понимание у меня, у меня было личное такое понимание, что в аду я кому-то помог сегодня все-таки. Ну, классно. Значит, ну, реально, конечно. А вот можно еще вопрос? Да. А я слышал такое мнение, что в православии, да, вот у людей, у прихожан, вообще у верующих, нету чувства спасения. Чувство, ну, получается, появляется чувство молиться и служить свое спасение. Ну, да. Вообще, уверенности в спасении, понимаете ли, как правило, нет. За редким исключением. Почему? Потому что Библии нет. Потому что Божье Слово не проповедуется. Потому что на Иисуса не показывают. Поэтому, как бы, дело спасения утопающих, рук самих утопающих. Понимаете, значит, вот именно поэтому я с одним священником разговаривал, ну, проводил такой, как бы, диспут, получается, импровизированный прошел. В Удмуртии было дело. Значит, и я вопрос ему задал. Потому что, ну, как, люди там хотели услышать нас обоих, а священник, он не давал мне даже слово вставить, а все, как бы, говорил, говорил, говорил. Там, а людям было интересно очень, потому что я там был в их городе как обновленец и как реформатор, да, а он местный, традиционный священник православный. И вот людям было интересно посмотреть, послушать обоих нас. И вот, а он начал говорить, там, что во всех грехах меня, там, обвинял, там, харизма отряженный, там, как-то, там, клоун, как-то, не помню, как меня называл, агент мирового империализма, как бы, там, что-то такое. Во всех грехах меня обвинил, даже в развале Советского Союза. Там, вообще-то, у него своя логика была такая об этом всем. А потом, значит, представляете, значит, как бы говорит, 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 а у меня внутри такое, ну, желание помолиться про себя так. Я говорю, Господь, ну, пожалуйста, ну, дай слово для этого человека. А второй попросил, дай возможность это слово сказать, потому что он не дает слово просто. И вдруг мне на ум приходит такой вопрос, я бы сам не дадумался так вопрос ребром поставить. И вдруг приходит второе чудо, реальное чудо. Он вдруг раз, молчит. Как будто у него это все словесно закончилось. Да. И, значит, знаете ли, я в этот момент тут же прям говорю, пока он замолчал, говорю ему, вот, говорю, вот, вы как священник скажите, пожалуйста, вы сами возрождены свыше или нет? Вот если сегодня ваш последний день и час, знаете ли, куда вы пойдете, в рай или ад? И народу так интересно стало вдруг. Люди так раз так вот. А там были евангельские христиане, но их было мало, в основном все православные были. И люди так раз так. А он, значит, на меня так, на них и сказал. Я его за язык не тянул. Он мог бы вообще промолчать бы. А он говорит, дословно цитирую. Он говорит, нет, не возрожден, и скорее всего пойду в ад. Представляете? Я сам не ожидал, честно говоря, что он так вот, вот так прям явно так вот, знаете, вот так вот расскажет. Честно говоря, не ожидал. Думал, как-то более умно как-то скажет, может быть. Смертится. Да, как-то вокруг да около скажет, там, ну понимаете, там, как бы мы не знаем, там, как обычно священники говорят, мы не знаем, это все Бог сам скажет нам в последний час, мы не знаем и прочее. А он сказал, нет, не возрожден, и скорее всего пойду в ад. Вот это да, думаю, вот это четко признание ковер. И я говорю дальше. А люди там вообще слушают как бы. Да, они слушают, они слышали своему шаммежу все это. Вот. И я говорю ему. А священник опять замолчал. Ответил и замолчал. Я говорю ему. Вот если вы как священник, вы сказали только что, что вы не возрождены, говорю, и скорее всего пойдете в ад, то куда вы можете повезти за собой людей? Потому что большинство здесь присутствующих, они вам как пастору говорят, как священникам. Но здесь он уже нашелся, знаете, как бы пришел в себя, включился. И начал говорить на другую тему совершенно, знаете, как будто проигнорировал. Просто на другую тему, там опять какая-то политика, опять что-то тяжелая экономика, там что-то еще там. Вообще бред какой-то. Света не Евангелия. Совершенно вообще в сторону ушел, да, в разговоре. Но, знаете, люди-то не дураки. И вот скажу, что многие там православные, эти вот люди, которые пришли туда, они были настроены против меня. Вообще-то. Многие там были настроены против меня. А знаете, ну что совершилось? Это чудо, я считаю. После диспута до этого, да, они подходили ко мне, православные, местные, и благодарили меня. Говорили, спасибо, что вы так все рассказали. Хотя я там мало что вообще ставил. Но вот этот эпизод, он, видимо, затронул за живое людей, многих. А священник, он, хотя, ну, я так скажу, не покаялся, я так понял. Потому что вот недавно был в Ижевске, как раз спрашивал. Нет, вот даже гонят опять христиан. Но, по крайней мере, на то время он у нас угомонился. И когда я был уже в Киеве, мы жили там в Киеве, мне братец Умурти звонили как раз. И, значит, я спросил их, ну как там батюшка, не обижает вас верующих? Нет, вообще, как бабки сводили, это вообще изменился. Он, значит, стал здороваться на улице, приветствоваться. Потому что раньше вообще, он, если, там городок небольшой, значит, и если ты там видел кого-то там, там, о, там, баптиста, сатаниста, там, типа, понаехали, там, что-то такое. Ну, ругался, значит, люди даже его порядочно уже это избегали. Просто, ну, переходили дорогу на другую сторону, чтобы обойти его, чтобы избежать конфликта, знаете, вот такого. Вот. А в маленьком городке это вообще, это, ну, все на людях, это все позорно. И, знаете, значит, даже он в своем храме тогда, верующие пришли прям в храм посмотреть, значит, ну, послушать, что он скажет, может, в храме, там, значит, после службы, значит, да. И, значит, воскресенье. И, там, после службы, там, за ящиком, одна бабка, там, ну, она продает, там, все свечки, это все. И она, там, тоже начала такой разговор. Вот, там, баптисты какие-то понаехали, опять, там, значит, там, там, что-то такое злое, такое, сказал слово какое-то. Вот. И, знаете ли, а священник, он все это услышал, что эта бабушка начала опять что-то такое накатить на баптистов. Он, говорит, он, короче, запретил ей что-то, типа, замолчи, там, или что-то такое, перестать там. А потом говорит этим бабушкам православным, которые, там, возле ящика, говорит, вам нужно еще учиться у них верить в Бога, говорит. Вот, бабушки, там, вот, такие, на батюшку смотрят, ничего себе. Раньше сам сектант огонял, а теперь, значит, пример ставит их. Ну, я скажу, что, вот, Господь, он, на самом деле, открывает глаза многим служителям. Даже сейчас не покаялся, может, опять ожесточается, я не знаю, но, по крайней мере, я знаю, что слово сеется мало-помалу. В Донецкой области был случай, я там был в «Слово жизни» в Либлейском институте, я там проводил семинар. И, значит, ну, как-то так, примеры все были такие смешные, как-то пошло так все, в таком помазании, в таком забавной истории из истории христианства, как-то, можно так назвать. Всю неделю было так у меня, нет, ну, 3-4 дня где-то. И вот, и, а потом, рассказывает случай, мне такой, местный священник рассказывает, православный, Московского приорхата. Значит, мы сидели, говорит, там, с друзьями, ну, со священниками, ну, и выпиваем, закусываем, значит, там. И вдруг один из них говорит, что давайте посмотрим, ну, тогда еще были кассеты, одну кассету, мне местные сектанты дали, там, говорит, ну, моя кассета, там такой раскольник один, там, сектант, Жаулев, короче. Там, говорит, Задорнов отдыхает, давайте посмотрим. И, говорит, ну, мы по пьяни, говорит, так вот, ну, и так все, шутя, смотрим, смотрим, говорит, значит, смеемся с тебя, говорит, как словно, да, вообще так-то. Ну, досмотрели до конца, интересно было. И вот, а потом он говорит мне, этот священник, что прошел там несколько лет, несколько лет прошло. И вдруг у него, то, что он смотрел на пьяную голову, несерьезно, высмеивая, да, с друзьями, с священниками, говорит, не знаю, как они, но у него через несколько лет стали эти вопросы опять подниматься, представляете? То есть, и он задумался, над чем смеемся, господа, над собой смеемся. И он стал размышлять. Потом приехал в Киев, даже, значит, там, попросил прощения, хотя, ну, я-то при чем? Ну, попросил прощения, помолились мы. Вот, он так и остался, правда, в своей структуре. Как бы, он не захотел выйти, как бы, но остался в ней. Но, по крайней мере, он начал в своей будущей структуре, в своей динаминации, значит, проводить евангельские чтения, там, какие-то там, то есть, какие-то поучения. То есть, изменился человек, однозначно, изменился, да. Ну, такой еще, вот, касаясь православия, что начали говорить. Да. Вот, телевизор, да, ты кручешь? Православие везде, показывают по телевизору, с президентом, решаются вопросы. Да, 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 государственные, да. А какие-то еще там, я не знаю, ну, Евангелие, но... Ну, к сожалению, да. Ну, большинство священников, и в том числе высокопоставленные священники тоже, ну, будучи невозрожденными людьми, да, значит, они не могут просто, ну, дать спасение людям, указать на Христа. Хотя, в последние годы, я вижу, что некоторые из этих высокопоставленных, митрополиты, там, патриарх, то же самое, даже, больше на Христа указывают. Сейчас же вот реформа... Больше на Иисуса указывают, да. Но реформа без Библии, без Слова Божьего, без того, чтобы на Иисуса указывать, она обречена все равно на неудачу. Первая же цель, цель, как донести людям Евангелие, а потом уже остальное все. Да видите ли, к сожалению, это мы понимаем сейчас, я сейчас это понимаю, но тогда, когда вот я сам был частью этой системы традиционного православия, я это не понимал. Я находился в таком, знаете, вот в такой колее, в таком течении, когда находишься и варишься в этом соку ревидиозном, там по-другому все видится совершенно. Потому что там спасение, знаете, вот перед тем, как я пришел в православие, я понимал, что как, что я спасен, что это как бы по умолчанию было в моей голове, что просто Бог меня спас, просто я был очень благодарен Ему, тем более, когда я снова за это все читал, я как бы назидался этим. Но когда пришел в православие, то, значит, понимаете ли, я думал, а я было надеялся, а я было думал, потому что все то, что я узнавал в православии о спасении, это меняло меня не в лучшую сторону, в худшую сторону. То есть я, по сути, терял вот это свое спасение, понимаете, я просто-напросто декортировал, и это было ужасно. То есть я начал молиться святым, и чем больше я молился, тем мне хуже становилось вообще. То есть мне, как болото, чем больше старался, тем хуже и хуже. Хотя были, конечно, просветы, и все было так плохо, но в конце концов было хуже и хуже. Я прочитал книгу, кстати, из семинарских учебников я первым прочитал именно эту книгу. Называется, этот учебник по, как раз вот, тема спасения, называется «Православные учения о спасении». Архимандрита Сергия Строгородского, будущего патриарха книги. Так вот, и я прочел ее первую, потому что мне было интересно как раз, вот именно учение церкви, все учение о спасении. Но чем больше я читал ее, тем больше я просто разочаровывался. Просто у меня, знаете, в конце книги депрессия такая пришла просто. Думаю, надо же, а я был надеялся, что спастись вообще, я был надеялся. После книги, там еще к этой книге были такие предложения, раньше не было сервисов, но под копирку были цитаты приведены. Последние изречения отцов перед смертью, отцов церкви. Там такие, что на столбах стояли, где-то там в пещерах жили десятилетиями. Как бы себя гнобили, в пустыне жили, там такие отшельники, такие святые, уважаемые, им почитание, им молитвы возносят. И как они умирали? Оказывается, они все сплошь и рядом, они говорили, что они не спасены, идут в ад. Что они страдают, что один из этих отцов, там такой комментарий есть, что он знал, что он идет в рай. Просто он голову дурил бесам, сбивая их с пандалыки. И он уже умирал, и ученики его пришли к нему и говорят, ну ты точно спасен. Он говорит, нет, нет, я иду в ад. У меня нет никакой надежды абсолютно. Уже выходя из тела, бесы кричат ему, о все, ты спасен, тебя уже Бог помидовал. Он говорит, не, не, бесы, не можете даже это, я короче с вами уже, я ваш. Значит, там уже врата рая, уже все, уже его ангела встречают, уже поднимают, уже, давай, давай сюда заходи, товарищ. Он говорит, я бедный грешник, я в ад обречен, значит, у меня никакой надежды нет. Мол, до последнего нужно быть смиренным, пока только не переступишь уже, короче, не на регул, пока не перепрыгнешь. Когда уже переступил, все, фу, ну я спасен, да, аллилуйя. Но от этого все, я бедный грешник, все, смиряйся, короче, брат. Вот, это похоже, как в жизни Магомеда, да, вот, основателя ислама. Есть хадисы пророка, я специально прочитал, чтобы сравнить, как учат о спасении разной религии. Мне было интересно, как ислам учат о спасении, допустим, как, допустим, буддизм учат о спасении, души спасения, да. И нашел, что, на самом деле, вот, из хадисов, это учение из жизни, словами по учению Магомеда, или же из его примера из жизни, да, есть достоверные хадисы, которые непосредственно свидетели дали, да, допустим, жили, которые возле него. Потом, переданные из уст в уста, считаются недостоверными хадисами чаще всего. Вот, есть достоверные. И вот, есть хадис такой, где говорится как раз о смерти пророка, то есть, как он умирал, Магомед. И говорится, что ученики собрались вокруг него, значит, и увидели, что он в агонии, он был в таком, как бы, парении. И спрашивали, ну, почему, уж кому-кому, а тебе точно на небесах, ну, у Бога есть место. Ты же пророк, ты же последний из всех пророков, там, прочее. А он говорит, нет, нет, я, говорит, не имею надежды вообще, да, я боюсь, а, он говорит, я боюсь суда Божьего, вот, боюсь. А они говорят, как, ну, как ты боишься, ну, как бы, они были немного шокированы этим заявлением. Но там есть, по-моему, Тавсир называется по-татарски, по, я не помню, это толкование, комментарии, как бы уже, проще говоря, комментарии. Или, как бы, расследование, что ли, такого всего, текста, разъяснение, да. И вот, значит, и там такое есть разъяснение, дальше идет, что, мол, на самом-то деле, он, Магомед, он знал, что он спастен, что он там будет у Аллаха точно 100%, но он решил, как бы, перед смертью дать последний урок смирения, как бы, своим ученикам. То есть, буквально как в православии, буквально так же. И, якобы, значит, вот, он, умирая, дал урок смирения для всех верующих мусульман, чтобы они, как бы, ну, были смиренными, были покорными и были смиренными до самого последнего вздоха, как бы, своего. Вот, понимаете ли, в иудаизме, вот, современном иудаизме тоже, вот, реально, хотя в традиционном иудаизме порой, как отмахиваются раввины многие, а все будут спасены, все равно, как бы, значит, ада не существует, и вообще, да, и, как бы, такой пофигизм такой, как бы, вот, но, по большому счету, в иудаизме традиционном нет, вот, надежды на, нет веры в спасение, которое человек может иметь здесь, на земле еще. Вот, допустим, знаете ли, что, праздник Йом-Кипур, вот, недавнешний этот праздник, да, День Искупления, он считается днем страха, днем трепета, потому что суд Божий, потому что приговор Божий выносится, и поэтому человек, он, как бы, значит, ну, он трепещет, боится, да. Но мы знаем из Нового Завета, что верующие на суд не приходят, но перешел от смерти в жизнь. Неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Знаете ли, друзья, это, это великая благая весть, ни одна религия, ни ислам, ни буддизм, ни иудаизм традиционный, ни, никакая другая религия не может дать вот такого здраво-простого ответа и понимания буквального, что на суд мы все придем, да, это страшный суд, на самом деле, согласен на все сто процентов, страшно, когда судьбы миллиардов решаются, но одно дело прийти на суд как подсудимый, другое дело как свидетель, и я Бога благодарю, что из вот того, что я могу прийти как подсудимый на этот суд, я приду как свидетель его, это тоже волнительно, это тоже страшно, тоже судья будет великий, но я знаю, что придут туда как его сын, как свидетель его, как свидетель адвоката Иисуса Христа нашего. Слава Иисусу Христу! Слава! Да. Я вот так вот думаю сейчас во всем, я понимаю, что вот есть в детской Библии, да, такая синхронная, с картинкой, что человек из этой Библии понимает о Боге и слышит больше, читая ее, например, мама читает сына, например, больше, чем он приходит в церковь саму, и там могут рассказать о Боге. Сто процентов. И вообще чистый истинный, который имен Боге. Сто процентов, да. Согласен на все сто. Почему еще? Потому что если бы в православных храмах, допустим, были бы библейские лишь картины, тогда было бы больше смысла, назиданий было бы больше. Я братьям многим уже это говорил. Но так как люди приходят туда, да, есть библейские сюжеты, но это все в перемешку, там непонятно что вообще-то. Это поэтому даже не Библия для неграмотных, это вообще дезориентация. Человек приходит, и он спрашивает, а кому свечку поставить? А что у вас, гражданин, случилось? Да вот в семье, допустим, не лапится, не клеится. О, это вот Гурий, Самуни и Авив. У меня с глазами что-то там проблемы. Вот, значит, там, вот, значит, это казанская икона. Значит, вот, значит, там, голова болит, трещит. Значит, вот Иоанну Крестителю молись. У него была проблема с головой последней в его жизни. Значит, там что-то еще случилось, бизнес рушится, вот, Параскева пятница, значит, она, значит, там помогает. В тюрьму кто-то загремел из родственников, вот, Анастасия узорешительница, там. Короче, на каждый вопрос есть ответ какой-то определенный. Все. А человек приходит конкретно, ведет в церковь для того, чтобы что-то о Боге услышать. Да. Интуитивно любой гражданин, любой человек интуитивно он ищет Бога, приходя в храм. Даже если храм называется не Богом, а не Божьим, а называется там в честь Николая Годника или как угодно. Все равно любой человек приходит к Богу. Но, к сожалению, видите ли, вместо хлеба ему подается там камень. А еще хуже, вместо рыбы, змея, религиозного культизма, который его жалит. Хотя, многие люди, все-таки, они глубоко внутри. Даже атеисты, даже коммунисты, я знаю, все равно, знаете ли, святое что-то есть в любом человеке, да, где-то глубоко внутри. Там, кто он был, не был, там бандит, не бандит, кто он, кого не был бы. Все равно, что-то святое есть. И все равно человек любой, он ищет спасения, ищет вот этого добра, как бы, да. И невдомек людям, что вот там может быть такой обман, к сожалению. А выход один, это Иисус Христос. Все просто, казалось бы, да, вот священникам покориться вере, как в 6 главе Деяния. Помните, написано, да? И многие священников покорились вере. Дай Боже, чтобы вот в наши дни вот это состоялось, то, что тогда совершилось в Деяниях Апостолов, чтобы в наши дни. А почему? Потому что, если священники покорятся вере, если пастыри будут не слепыми, а знать будут, куда идти, да, то и за собой они поведут у людей правильное направление. Вот, а каков поп, таков приход. Если пастыри такие вещи говорят, что я не спасенный, иду, скорее всего, в ад, то куда же могут пойти его прихожане? Туда же, за компанией. Это ужасно, конечно. И да не будет такого. Пусть, знаете, у меня мечта такая, на самом деле есть большая мечта, чтобы вот, может не во всех, но чтобы в большинстве храмов во всей Руси, чтобы звучало слово евангельское, чтобы Божье слово, чтобы священники указывали на Иисуса Христа, ни на Матерь Божию, ни на Святых, ни на Брят, на Иисуса Христа указывали. Это столько будет великого блага. А представьте, если перестав молиться за упокой, будут молиться за живых, за здравие, какая сила высвободится вообще? Из-за него только начали размышлять, еще только вопрос возник. Исходя из этого всего, в разговоре с священниками, с православными людьми, что бы Вы могли бы посоветовать делать? Потому что я видел, что споры вообще ни к чему не приводят. Потому что когда начинается спор, там что-то писание друг друга, там это... Споры мало, хотя споры иногда заставляют человека задуматься потом. Они свою роль тоже играют положительно порой, споры. Но лучше всего, как по моей жизни было, лучше всего работать свидетельства. Люди, в жизни которых что-то совершилось. И реально человек понимает, что это Бог совершил. Хотя я говорил некоторым людям, что это не Бог, но внутри все равно я понимал, что это Бог. Это Бог. Одной женщине я сказал, что это Вас дьявол истырил. Она мне говорила, в 96-м году я познакомился с разными писательниками, разными баптистами. Она мне говорит, вы говорите, секта, батюшка, а у меня там Бог исцелил. Я умирал, была такая-сякая, уже все, одной ногой в могилу уже стоял. А Бог меня исцелил. А вы говорите, секта. Я говорю, вы знаете, вас будет я, Бог исцелил. А почему? По кочану, потому что не у нас. Она еще, знаете, что сказала, перед тема еще. Она меня разобила немного. Потому что, значит, она сказала, перед тем, что так и так, вот, я, вот, православная раньше была, грешница такая, и вот, все, и по монастырям, и по святым источникам, и по мощам, и сама чуть-чуть была, уже мощью не стала, уже все, короче, уже не помогло. Думаю, надо же, у нас не помогло, а у сектантов, прям с первого раза, думаю, как в сказке, думаю, что с ерунда вообще такая. Вот, я говорю, это у вас дямовый стыль, говорю. А потом, когда уже, ну, прошел там некоторое время, там полгода, наверное, может меньше, быстро все как-то произошло. Я был уже в церквях протестантских некоторых гостях, и потом на домашней группе решил побывать, посмотреть, что там, как происходит все это. И мне пастор одной из церквей сказал, ну, батюшка, пожалуйста, в любую группу, у нас вот список большой, выберите любую группу, ближайшую какую-то, можете просветить, посмотрите. И можно в любую группу, да, пожалуйста, в любую группу зайдите, посмотрите, даже, ну, как ваше мнение будет, как там все проходит. И я решился, думаю, поеду, ладно, рясу снял, так в костюм, ну, конспигация, батенька, бороду так раз сюда, я не подрезался, не обрезанный батюшка. Полосы были у меня по поясу, такие были, косичка. Вот, значит, и, ну, пришел такой, значит, зашел, сел, там, а, зашел, сел в такое место, чтобы все было видно мне, такой дух контроля такой, мотивализовавшийся такой. А хозяйка, она бы, испугалась меня, что-то на кухню ушла, на кухню ушла, там что-то, ба-ба-ба-ба, что-то, молится, думаю, надо, нормально все. Вот, и представьте себе, вдруг, потом, я пришел, я пришел самый первый вообще, только хозяйка была, и я был, все. Она на молитве, она на молитве, она сразу на молитве встала, что-то, понял, это проблема какая-то. Да, значит, и, ну, я же как ревизор уже, неожиданно так, и вдруг дверь открывается, и заходит та самая женщина, которую я обругал на проходной, там, заводской, фабричной, говорил, что это ее дьявол исцелил ее, при людях, при всех там. И она, кажется, там, на этой группе, и она, как, типа, лидер там даже, и она идет, батюшка, говорит, будьте благословенны. А на проходной я именно за это зацепился, как бы, она мимо проходила и говорила, батюшка, ну, типа, будьте благословенны. Я говорю, как-то, меня батюшку благословляют. Яйца курицу не учат, как бы, меня благословляют, точно, сектантка, думаю, наши люди, не можешь же обычно православно пройти, так, и батюшку благословить, как бы, наши люди не благословляют. Ну, и я говорю, знаете ли, женщина, говорю, у вас своя вера, у нас, говорю, своя вера, у вас свой бог, у нас свой бог, все. Вот так вот, думаю, я думаю, и отшил ее, все. А она, хоть бы что. Она начинает, как бы, там, говорить, вот, слава богу, что вы здесь работаете, как бы, значит, там, мужиков просвещаете. А я, как раз, с мужчинами стоял, там, с фабричным этим, и, там, разговаривал, там, что, на самом деле, я что-то обоке, что-то сказал пару слов. Вот, и, значит, думаю, надо же, меня все, кто записал уже, вот, и, а здесь она с порога, батюшка, будьте благословенны, такая, довольная, такая, вот, обниматься весь этой. Я, значит, думаю, куда я попал, думаю, что такое здесь будет происходить, интересно. Народ собрался, народу много собралось, и там все, там, молятся, там, ну, хорошо, думаю, надо же, вечер весело прошел, так хорошо, дружно, без этого дела, значит, и, как бы, столько разговоров, там, значит, и, как бы, мне даже, понравилось, очень понравилось, мне, честно говоря, все это, вот, и мне очень тяготило то, что, значит, честно говоря, что, вот, когда собираются, там, православные, допустим, да, без этого дела, никакого разговора, особенно, если священники, то без водки, как дураки, трезвая сединка, значит, и, вроде, как бы, значит, то есть, ну, ненормальность в этом есть какая-то, я считаю, что, если священники не могут на трезвую голову нормально говорить, это уже очень плохой знак, вообще, вот, и, поэтому в православии обычно, вот, в Московской, в Рязанской, в Орловской, в Брянской епархии, без бутылки водки, разговоров никаких между священниками не может быть нормальных, то есть, обычно все, так вот, ну, как бы, очень, так, нервные разговоры какие-то, и нет разговоров буквально, нет общения, вот, во всех этих епархиях я знал только лишь, там, буквально пару, тройку, наверное, священников, которые не пили, и то, одному уже все повырезали просто-напросто, уже не мог постоянно здоровье пить, а два были трезвенники, но на них, как на белых ворон смотрели, и серьезно их не воспринимали в епархиях, они были в черных списках епархии, вот, их куда-то подальше отсылали, вот, значит, бытовой алкоголизм процветает, к сожалению, православие, а почему? От бездуховности, от бездуховности, не потому, что там что-то, они такие, такие плохие, нет, нет, люди нормальные сами, с мозгами, все, с талантами своими, но из-за бездуховности, просто, ну, светский разговор, да, и все, поэтому нужен реально Дух Святой, нужен реальный Господь Иисус Христос, нужно реально спасение священника пережить, чтобы было нормально, о чем поговорить. Мне так приятно было потом, вот, как бы, поговорить вот с людьми, с пастырями общаться со многими, вот, в 1996 году, что пастыри, ну, думаю, то же самое, что наши батюшки, допустим, но за чаем, нормально трезво общаемся, думаю, так здорово, что можно вот так спокойно поговорить, о Боге поговорить, об Иисусе Христе, не о деньгах, не о женщинах, не о чем-то еще, а вот поговорить о Боге, вообще, думаю, здорово вообще, что можно так священникам поговорить. Вот, потому что меня добивало то, что разговоры, ну, о чем угодно мог быть, только не о Христе, только не о Боге, если будешь в этом руливать, скажут, ну, все, Богомол там, святоша. Вот, скажу, что это симптом больной церкви, и чтобы церковь была не больная, а здоровая, нужен доктор, это сам Иисус Христос. И я предлагаю помолиться сейчас, и с миром тогда зайти, завершить сегодняшний день учебный, завтра будет еще у нас один день, дать Бог, последний день обучения, здесь в школе, на этой теме, последний день темы сегодня, истории христианской церкви. Завтра тоже, наверное, я просто расскажу о себе, засвидетельствуем во славу Господу Иисуса. Спасибо тебе за все, Господь, благодарим тебя, Господь, за все, благословен ты, Царь Вселенный, благословен ты, Бог наш, Ава, Отче, Сын Божий и Дух с Которой. Благодарим тебя, Господь, за милость Твою и за благодать Твою, Ты возлюбил мир и отдал Сына С Твоего за нас, чтобы всякие верующие Тебе не погибли, умерзжившие человек, спасибо за благодать Твою, спасибо за жизнь вечную, спасибо за исцеление, спасибо за освобождение, спасибо за возможность послужить Тебе в этой жизненной жизни, Господь, Боже, внести Слово Твое, говорить людям правду, Господь, указывать на Тебя, Господь, Бог смогущий, пусть Господь во всей земле нашей звучит Слово Евангельское, Слово Живое, Живого Бога, спасибо Тебя, Господь, за все, благослови, помажь нас, Господь, Духом и Своим Святым, Господь, Божиих, больных истолять, мертвых воскрешать, прохоженных очищать, Господь, нести исцеление, освобождение людям, Бог святой, пусть темица рухнут, и свобода встретит Господь души русских во имя Иисуса, пусть Господь откроются гробницы греха, могилы неправды, проблем беззакония, греха, и пусть души выйдут на свободу, Господь, во имя Иисуса Христа, спасибо тебе, Господь. Отец, я прошу тебя во имя Иисуса, благослови нас, Господь, сейчас распусти с миром, пусть ты шалом по миру и в каждом сердце, вместе мы ничего не сможем сделать доброго, но с тобой посможем сделать все, благослови нас, Господь, благослови нас, избавь нас от слова Духа Христианства, Господь, то, что мы узнали в эти дни, Господь, то узнаем завтра, пусть это послужит нам в назидание, в наставление, пусть, Господь, это поможет нам внести Слово Твое. Бесбоязненно, бесстрашно, пусть это поможет нам, служи тебе, Господь, веры правды, во имя Иисуса, благослови нас, Господь, во имя Иисуса, и где бы мы ни оказались, в каких бы городах, селах, странах, регионах, Господь, благослови нас, Господь, пусть как можно больше.